Иглоукалывание, массаж, гуаша, простановка банок. Здоровье начинается с традиционной китайской медицины. Тайны китайских докторов. Меня зовут Лана. Здравствуйте, меня зовут Денис. А если у вас возникнут вопросы, вы можете позвонить нам по номеру, указанному на экране. Сегодняшняя тема про филактика выпадения вороз. А скажите, пожалуйста, замечали ли вы у себя выпадение вороз? Да, я замечала. У меня после расчесывания постоянно остаются волосы на расческе. Ну и после мытья тоже. Я тоже замечал, когда утром просыпаешься, на подушке тоже остаются волосы. А вы знаете, что у меня на самом деле тоже часто выпадают волосы. Особенно вот в ванной комнате на полу. Даже не говорят о здоровье. Волосы это очень важная составляющая часть нашего внешнего вида. А какие причины могут вызвать выпадение волос? На какие виды распределяется оно? И сегодня мы пригласили доктора Лю, который работает в дерматологическом отделении госпитара номер два при университете традиционной китайской медицины, чтобы он подробно рассказал нам об этом. Здравствуйте, я китайский доктор и зовут меня Лё Юнь Зунь. Работаю я в дерматологическом отделении. В настоящее время вероятность кожных заболеваний постоянно повышается. Мы осуществляем лечение методами традиционной китайской медицины. Она является достоянием культуры Китая, обеспечивает здоровье нашей нации. В традиционной китайской медицине говорят о диагностировании и лечении на базе общего анализа заболевания и состояния пациента. А это значит, что только лишь после полной диагностики мы назначаем лечение. И это единственный верный путь решения проблемы. Методами традиционной китайской медицины очень хорошо лечится выпадение волос. Давайте подумаем вместе, а какие причины именно могут вызвать выпадение волос? А как вы считаете, Лана? Я думаю, химическая завивка и окраска приводят к повреждению волос. Ну и обычная завивка в парикмахерской тоже я часто так делаю. Да и перед съемкой постоянно делаем прическу заранее. Это тоже повреждает волосы. Мне кажется, очень сильный стресс может вызвать к обильному выпадению волос. Денис, Лана, вы оба логично рассуждаете. А именно на самом деле, какие причины могут вызвать выпадение волос? Давайте послушаем доктора Лео. Волосы являются показателем нашего здоровья. При обнаружении их выпадения не стоит сразу прибегать к помощи специальных косметических средств. А лучше попытаться найти причину этой проблемы. Время года, стресс, возраст, неправильное питание, прием некоторых лекарств – все это может привести к выпадению волос. На самом деле, перед съемкой я немного ознакомилась с выпадением волос. А вы знаете, оно подразделяется на два вида – физиологическое и подрагическое. Давайте сначала посмотрим на экран. Посмотрите, только что я говорила о физиологическом выпадении волос. На самом деле, каждый вид также подразделяется на нескольких типах. Давайте дальше посмотрим. Естественные. А физиологическое выпадение волос подразделяется на нескольких типах. Во-первых, естественное выпадение волос. Сезонное выпадение волос. Выпадение волос новорожденных. Старческое выпадение волос. Посределодовое выпадение волос. Зоя, естественно, выпадение волос, это понятно. А я хотела спросить о сезонном. То есть в какое время года чаще всего выпадают наши волосы? Лана, вы знаете, что мне тоже очень интересно, потому что у меня волосы очень сухие и очень легко выпадают. Да, у меня сейчас точно такая же ситуация. Это как-то с сезоном, наверное, связано. Это очень профессиональный вопрос. Давайте послушаем доктора Лю. Выпадение волос в осенний период может происходить из-за снижения уровня гормона эстрогена. Этот процесс генетически заложен и поэтому является естественным действием. Такое явление сродни опаданию листьев с деревьев. Утрачивая листву, деревья проходят обновление. Мы уже ознакомились с федератическим выпадением волос. А скажите, пожалуйста, об этом что вы еще хотели узнать? Я хотела бы задать такой вопрос. Есть ли какое-то количественное ограничение для ежедневного выпадения волос? То есть есть ли какие-то пределы нормы? Да, мне тоже интересно, какое количество волос должно выпадать в день, чтобы возник повод для беспокойства? Денис, Лана, давайте угадайте, именно какое количество, как вы считаете? Ну, мне кажется, где-то около 50 волосков. 50 многовато. У меня бы выпало 20 штук, я бы уже, наверное, заметила. Правда, Зоя? Ну, хотя он мужчина, а вот для нас, женщин, это очень важно. Именно густота волос, их количество. Мы на все это обращаем внимание. Да, я согласна. Давайте послушаем доктора Лио, чтобы он подробно рассказал нам об этом. В различных литературных источниках предоставляется не всегда одна и та же информация. Но в целом можно говорить о том, что в норме у здорового человека в день выпадает от 60 до 150 волос. Несколько большее количество может выпадать при долгом их расчесывании от корней или же после мытья головы. Хорошо, давайте дальше поговорим о трагическом выпадении волос. В традиционной китайской медицине оно подразделяется на два вида. То есть, как посмотрим на экран. Первый вид рубцовое выпадение волос, а второй нерубцовое выпадение волос. А также нерубцовое выпадение волос, также делится на нескольких дипов. Давайте посмотрим. Рубцовое выпадение волос, также первичное рубцовое выпадение волос. И вторичное рубцовое выбороз. А нерубцовое выбороз также делится на нескольких дипов. Давайте дальше посмотрим на экран. Выбороз из-за недостаточности мужских половых гормонов, обресения, да? Временное выбороз. Выбороз из-за натяжения. Сефиритическое выбороз – трехотерамания. То есть даже на нескольких дипов так делится. Так много типов, Зо, я даже все и не запомню. Но я хотела бы узнать, какой из этих типов наиболее распространенный. Мне тоже очень интересно. Но это очень хороший вопрос и профессиональный вопрос. Давайте послушаем доктора Лю. Выпадение волос подразделяется на несколько видов. Такие, как физиологическое выпадение и патологическое выпадение волос. При этом выпадение из-за недостаточности мужских половых гормонов составляет более 90%. Лана, Денис, а знаете ли вы, что обрисение из-за недостаточности мужских половых гормонов также подразделяется на нескольких степеней? Давайте сначала посмотрим на экран. Для мужчин, посмотрите, какая разница, как вы считаете? Мне из этих рисунков кажется, что у мужчин выпадают волосы как-то поэтапно и разными участками. С каждого участка понемногу. А это твоя точка зрения. А Денис, как вы считаете? Ну, мне тоже, посмотрев на эту картинку, мне тоже кажется, что поэтапное выпадение и что область увеличивается с каждым разом все больше и больше. А вроде вы правильно говорили. Давайте послушаем доктора Лю, чтобы он подробно рассказал нам об этом. Андрогены и тестостерон обуславливают развитие волосяного покрова по мужскому типу, на лице и теле. А при их избытке приводят к отмиранию волосяных луковиц в голове. В организме в результате постоянных биохимических реакций из тестостерона образуется его более активная разновидность. Дегидротестостерон, влияющий на развитие волос на голове. Под его воздействием на рецепторы происходит спазм сосудов, питающих волосяные луковицы. Лишенные питания и кислорода, фолликулы начинают отмирать, и волосы выпадают. Обычно линия роста волос у мужчин легко заметна. Здесь проявляется плотность волос. При возникновении выпадения волос из-за недостаточности мужских половых гормонов на начальном этапе возникают изменения линии роста волос. Например, на голове может проявляться форма буквы М, затем постепенно она переходит в английскую С, а дальше в У. Это самая серьезная степень. Но раз уж для мужчин есть классификация выпадения волос, то для женщин, мне кажется, тоже существует. Денис, это очень хороший вопрос. Давайте не будем торопиться. Сначала посмотрим на экран. Вот это изображение классификации выпадения волос для женщины. А как вы считаете, вот какая разница? Мне кажется, у женщин волосы выпадают не так, как у мужчин. У мужчин мы только что видели поэтапное, здесь немного, там немного. А у женщин как будто бы все вот здесь на макушке выпадают. Лана, ты очень внимательно смотрела. Давайте послушаем доктора Лю, чтобы он подробно рассказал нам про это. Для определения стадии облысения у представительниц женского пола используется шкала Людвига. По ней принято выделять три стадии аллопеции. Первая стадия характеризуется поредением волосяного покрова в области лба и теменной зоне. Вторая стадия описывается как умеренно выраженное выпадение волос в теменной и лобной зоне. На третьей же стадии происходит резко выраженное поредение волос в этих зонах. На боках волосы остаются, но они становятся намного реже и тоньше. Мы уже с вами узнали классификацию. Я хотела бы узнать теперь на какой степени требуется уже лечение. И возможно ли полное излечение. Ну да, я уверена, что всем зрителям с такой проблемой будет очень интересно. Давайте послушаем доктора Лю. На той стадии, когда проявляется форма буквы С, достаточно легко вылечиться. Но если же облысение идет дальше, то вылечиться уже значительно сложнее. И поэтому мы рекомендуем следить за своим организмом и начинать своевременное лечение при возникновении выпадения волос. Вот у меня возник такой вопрос. Когда я мою волосы и расчесываю их, у меня ведь постоянно выпадает много волос. И я свою макушку не вижу. Мне просто неудобно смотреть, сколько там волос выпало. Есть ли какой-то более простой способ такой самопроверки, чтобы узнать, какая у тебя уже степень выпадения волос и нужно ли лечение? А вы знаете, что я специально научилась у доктора. Я узнала у него два способа. Первый способ – нужно баллицами, выставить волосы. Как буду расчесывая его. Давайте вместе сделаем. Как буду расчесывая его. А если два-три волоса выпадают, это значит нормально. А если после шести, значит проблема есть. Лана, я хотела бы узнать у вас, ой, сколько морсков. Это уже больше шести, наверное. Да, пять-шесть. Пять-шесть где-то. Это значит проблема, нужно обратить внимание. Это все из-за завивки. Ну да, конечно. А давайте дальше второй способ. Если в течение трех дней не мыть волосы, а потом нужно мыть волосы в тазике, чтобы посмотреть, если больше двухсот штук выбыло, это значит нужно обратить внимание. Вот два способа. Это довольно простой способ. Я в будущем обязательно попробую его. Хорошо. Только что мы сказали, что на протяжении трех дней не мыть голову, чтобы проверить, выпадают ли волосы. А если каждый день мыть голову, это приводит к выпадению волос? Денис, это очень хороший вопрос. Мне тоже очень интересно. Давайте послушаем доктора Лю, чтобы он подробно рассказал нам об этом. Выпадение волос чаще всего возникает из-за недостаточности мужских половых гормонов. А если же появляются сальные волосы, то мы не рекомендуем мыть их ежедневно. Это обеспечивает защиту кожи и волос на голове. Оптимальная частота мытья волос – это два раза в течение недели. Да, в итоге после рассказа доктора все понятно, что каждый день не стоит мыть голову. Да, конечно, это очень важно, это очень серьезно. Мы будем обращать внимание на это. Да, мы очень подробно уже обсудили само выпадение волос. А как же осуществляется профилактика? А профилактика осуществляется методами традиционной китайской медицины. Давайте сначала посмотрим на экран. А первый способ – прием китайских лекарств. Об этом давайте послушаем доктора Лю. В настоящее время трудно вылечить выпадение волос из-за недостаточности мужских половых гормонов. От этого заболевания страдают многие люди. И мы достаточно хорошо лечим его методами традиционной китайской медицины. Дело в том, что в традиционной китайской медицине говорят о диагностировании и лечении на базе общего анализа заболевания и состояния пациента. Методами традиционной китайской медицины мы осуществляем регулирование состояния организма и профилактику выпадения волос. На самом деле выпадение волос вызывается многими факторами, такими как внешние повреждения, факторы наследственности, питания и многое другое. При возникновении повреждения желудка и селезенки проявляется нарушение обмена веществ. В этом случае можно принимать лекарства для укрепления селезенки. Кроме того, психологический фактор также может привести к выпадению волос, например, в случае возникновения неврастении и долговременной депрессии. В этом случае можно принимать лекарства для укрепления сердца, а также успокоительные. При сохранении хорошего настроения ситуация с выпадением волос становится менее серьезной. Только что доктор Лю нам порекомендовал лекарства, принимаемые внутрь. Но я знаю, что есть и средства для наружного применения. Какие такие лекарства можно наносить именно на волосы непосредственно во время мытья? Да, конечно, есть и такие лекарства. Давайте сначала посмотрим на экран. Китайскими лекарствами осуществляется мытье. Хорошо, так какие лекарственные рецепты тогда рекомендуются? Давайте послушаем доктора Лю, чтобы он рассказал нам об этом. Такими китайскими травами, как сафора желтеющая и кора бархата амурского, возможно вылечить выпадение волос. Для тех, у кого сухие волосы, мы рекомендуем шампунь, который содержит корень шалфея и ядра грецких орехов. Они способствуют очистке каналов. Так, давайте дальше посмотрим на третий способ. Давайте дальше посмотрим на третий способ. Индивидуальный терапевтический прибор. Этот прибор как шапка надевается на голову, да? Ой, я сама никогда не видела. Давайте посмотрим вместе в кабине доктора Лю. Кроме лекарств для приема внутрь и наружной очистки, лечение выпадения волос также осуществляется при помощи физиотерапии. Посмотрите, пожалуйста, у меня в руках терапевтический прибор, который имеет три действия. Первая – это функция массажа и стимуляция кровообращения и роста волос. Вторая – это функция освещения. То есть на некоторых местах кожи можно осуществлять ее освещение. Это способствует удалению воспаления и восстановлению кожи. И третья – это функция музыки. В процессе лечения она обеспечивает сохранение хорошего настроения пациентов. При этом кровообращение будет всегда в хорошем состоянии. Это может способствовать ускорению роста волос. Так что долговременное лечение при помощи прибора, приема лекарств и средств для наружного применения в комплексе имеют отличный эффект. Хорошо, давайте дальше посмотрим четвертый способ. А что за четвертый способ? Посмотрим на экране. Блокировка акупунктурных точек. Мне кажется, это тяжело для понимания. Что за точки? Блокировка акупунктурных точек. Как их найти? Нам сложно, потому что мы не специалисты. Хотя после многих выпусков нашей передачи я запомнила очень много уже точек. Например, я помню точку фэнши. Помню точку на голени цусанли. Еще помню точку байхуи и точку перикарда меридиана. Лана, ты молодец, что ты запомнила много точек. Давайте посмотрим, что такое прокировка точек. Послушаем доктора Лю. Мизотерапия представляет собой эффективную методику, в основу которой входят уколы для стимуляции роста волос и предотвращения их выпадения. Лекарственные препараты в виде инъекций вводятся в проблемную зону, что позволяет добиться максимальной концентрации полезных веществ именно в той зоне, где это необходимо. Воздействие вводимых веществ под кожу осуществляется с разной скоростью, что зависит от их молекулярной массы. Если молекулярная масса высокая, то активные вещества из дерма проникают в лимфатическое и кровяное русло за короткий промежуток времени. С помощью мизотерапии можно бороться практически со всеми проблемами, вызывающими облосения. От выпадения волос, связанного с диффузным поредением, телогеновой и андрогенной аллопеции, инъекционное воздействие является незаменимым средством. Отзывы пациентов, имеющих подобный диагноз, единогласно подтверждают высокую эффективность мизотерапии. Мне кажется, это очень узкоспециализированный вопрос. А еще я хотела бы узнать сегодня какие-нибудь методы массажа, которые мы могли бы в повседневной жизни использовать. На самом деле, обычное расчесывание волосы уже обрадает массажному действию. А как еще можно массажировать голову для профилактики выпадения волос? Давайте узнаем у доктора Лью. Основные массажные приемы – это поглаживание, растирание и похлопывание, вибрирующие, а также надавливающие движения. Массирование волос начинают и заканчивают легкими поглаживаниями. Это подготавливает, а также расслабляет кожу головы, снимает напряжение и улучшает кровообращение. Для выполнения круговых движений большой палец ставят на макушку, а остальные – вокруг. Подушечки пальцев с усилением давят на кожный покров. Массируя волосы этим способом, массажист активизирует работу сальных желез и улучшает дыхание кожи. Сегодня мы уже много узнали очень важных знаний для профилактики выпадения волос. А на что-нибудь еще нужно обратить внимание? Конечно, еще есть очень много важных моментов. Например, нужно рано ложиться, раньше вставать, сохранять позитивный настрой. Это ведь не только нужно для профилактики болезни, но и вообще это полезно для организма в целом. Да, правильно. Я согласна. Также хочу рассказать вам о психологическом факторе. Мы должны сохранять хорошее настроение и хорошее качество сна. Нужно обратить внимание на качество питания. Рекомендуется меньше есть продукты, которые содержат шоколад, мороженое и сливки. А для девушек отличная рекомендация – держать фен подальше от волос, так как высокая температура может вызывать их повреждения. Многократное окрашивание также имеет негативное влияние на волосы. Поблагодарим сегодняшнего нашего специалиста Лю, за то, что он сегодня подробно рассказал нам о профилактике выпадения волос. А если у вас возникнут вопросы, вы можете посетить наш сайт и оставьте всем. Мы будем очень рады ответить всем. Спасибо. До свидания. До свидания. До новых встреч.